Америка закрывает двери. Администрация Трампа предлагает Конгрессу резко сократить прием беженцев, в том числе и из Украины. А на границе с Мексикой уже появились первые блоки будущих заграждений. Подробнее о стене Трампа и не только о ней Дмитрий Анопченко. В окрестностях Сан-Диего круглые сутки не умолкает шум тяжелой техники. Долбят, роют, вколачивают сваи. Эта пограничная служба США строит прототип стены, которую Дональд Трамп пообещал воздвигнуть на границе с Мексикой. И пока ни глава государства, ни пограничники до конца не определились, как именно она должна выглядеть, решено соорудить сразу 8 разных фрагментов, чтобы потом выбрать один из них и по его образцу уже всю стену строить. Часть секции бетонная, часть на основе металлической арматуры. Объединяет их одно высота до 9 метров, чтобы нелегалы уж точно не перелезли. Ограничения Белый дом вводит и для тех, кто хочет попасть в страну легально в качестве беженца. 35 лет назад, еще в 80-е, здесь был принят закон, который позволял принимать в Америке тех, кто ищет в ней убежище. Однако 2018-й может стать рекордным. На будущий год команда Трампа предлагает самый низкий лимит беженцев за всю историю этого документа. По задумке Белого дома в страну могут пустить максимум 45 тысяч человек. И это при том, что при Обаме каждый год до 80 тысяч принимали. При этом на всю Европу и Центральную Азию вместе взятые 2000 человек лимит. Что означает, из Восточной Европы пустят максимум несколько сотен, а из каждой конкретной страны, к примеру, из Украины, так и вовсе лишь десятки людей. А заявок на получение статуса беженца от граждан Украины в миграционной службе США сейчас тысячи. В основном от тех, чьи дома размобили на Донбассе, кто бежит от преследований боевиков. С точки зрения американского законодательства это серьезная причина. Или от тех, кто живет в Крыму и страдает от притеснений российских властей. При прошлой администрации они получали и статус, и помощь, но сейчас Соединенные Штаты действительно закрывают двери. В Белом доме говорят, их главный приоритет – безопасность американских граждан и рабочие места для них, а не для мигрантов. И единственная надежда таких людей на Конгресс. Ведь лимит – скольких пускать. Администрация может только предложить. Финальную цифру утверждают все же законодатели. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.